Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Что наносит экологический ущерб городской среде и как с этим бороться? Об этом говорим сегодня в нашей студии заместитель и руководитель департамента городского хозяйства и экологии Андрей Христов. Здравствуйте, Андрей Сергеевич! Здравствуйте! Ну давайте начнем с подведения итогов года, скоро он заканчивается. Какие проблемы экологические были самыми актуальными и как департамент пытался их решить в уходящем году? В соответствии с действующим законодательством на органы местного самоуправления возложены обязанности по организации природоохранных мероприятий, а также участие в области обращения с отходами производства и потребления. Усилие департамента непосредственно было направлено именно на эти организационные мероприятия. Наиболее актуальными мероприятиями и действиями в этой части касались проведения следующих мероприятий, таких как очистка водохранных зон Саратовского водохранилища, малых водоемов и озер. Это организация работы вывоза отходов с частного сектора, организация и координация работы по раздельному сбору отходов. Много усилий уходило на то, чтобы у нас было наименьшее количество несанкционированных свалок. А есть какие-то цифры, статистика, чтобы мы эффект, эффективность прочувствовали? Что характеризует какие-то... Хотел бы, наверное, акцентировать внимание непосредственно на самой, наверное, такой большой проблеме для города. Это организация несанкционированных свалок. Даже на федеральном уровне эту проблему подняли. Да, это буквально было на прошлой неделе. Общественники об этом докладывали. Здесь мы находимся на пороге, ну, не боюсь сказать, революционных таких действий, когда к нам на территорию Самарской области, как и на всей Российской Федерации, должен появиться региональный оператор по обращению с отходами. Ну, это отдельная тема. Наверное, если будет время, я остановлюсь на ней. Что касается свалок и динамики, она положительная. Хотел бы отметить, что ряд мероприятий, которые администрации проводятся, позволяет нам видеть положительную динамику. Видим положительные отношения жителей нашего города к этой проблеме. А в чем основная проблема? С цифрами. Вот что не так? Что нужно исправлять? Пять лет назад у нас финансирование было в районе 40 миллионов, и мы ликвидировали порядка 350-400 свалок, то на сегодня эта цифра в разы уменьшилась. То есть в четыре раза. То есть свалок стало меньше, получается? Стало меньше. Какие были мероприятия проведены непосредственно на территории частного сектора, были организованы строительство контейнерных и бункерных площадок, то есть был организован централизованный сбор отходов жителями частного сектора. Это было одно из направлений проблемных. Практически на 99% эта проблема решена в частном секторе. Существуют нюансы определенные, отсутствует оплата по договорам на вывоз отходов жителями частного сектора. Где-то процент по районам не совсем высокий, предмет заключения этих договоров с жителями частного сектора. Жители не хотят это делать по различным причинам. А штрафные санкции какие-то существуют? Вот если не хотят, не делают, мусор не вывозят. Можно как-то вот штрафовать? Не только на позитиве действовать, что уговаривать. Да, есть певиативные меры, есть и меры административного воздействия. На сегодня у нас это прописано в правилах благоустройства, обязанность заключения договора на вывоз отходов. В ожидании, о чем я говорил в начале передачи, это будет являться уже обязательностью и на федеральном уровне. Это требование будет прописано в жилищном кодексе и срок ее действия с 1 января 2017 года. Здесь у нас будет, даже не у нас, а на территории Самарской области, должен будет заработать и функционально работать региональный оператор. Сейчас в стадии разработки находится ряд подзаконных актов, как на уровне федерации, так и на уровне субъекта. Хотя здесь также не все однозначно, потому что ряд, скажем так, субъектов Самарской области, ряд субъектов на территории Российской Федерации не готовы к этому приступать. Ну и у нас еще находится ряд документов в стадии проработки и доработки. А вообще, что региональный оператор, что входит в его функции, задачи? Что ложится на него? Региональный оператор по обращению с отходами, это та организация, которая, наверное, глобально, или простым языком, организовывает вывоз отходов на территорию города, на территории Самарской области. Сейчас у нас на территории Самарской области утверждена схема очистки, где область поделена на три. Скажем так, региональных оператора. Это Самарская, Тольяттинская и, по-моему, Сызранская, скажем так, участки. А будет один, да? Нет, как раз вот на территории Самарской области, в соответствии с этой схемой, предусмотрены три региональных оператора. А региональный оператор будет заключать договоры на вывоз отходов с жителями, с управляющими компаниями и будет определять оператора на вывоз отходов. То есть это те организации, перевозчики, которые будут непосредственно вывозить с контейнерных площадок на место захоронения, то есть на полигоны. А вот что делать с такими свалками, которые временно образуются, вывозят там КАМАЗ-мусор? Были такие случаи, да? Да, к сожалению. Я слышала, что даже камеры устанавливают сейчас в каких-то таких вот местах подозрительных, так скажем, или располагающих к тому, чтобы там выбросить. Полтора года назад по поручению главы городского округа Самара было организовано межведомственное совещание с силовиками, потому что возникает ряд вопросов при привлечении к административной ответственности нарушителей. Нужно доказать, да? Потому что это и граждане, это и те недобросовестные предприниматели, которые свои отходы не везут непосредственно на место захоронения, то есть на полигоны. Вопрос сложности идентификации нарушителя, а также вопрос фиксации. То есть здесь ряд мероприятий был спланирован, еще раз повторю, в рамках этого межведомственного плана. Одни из которых это взаимодействие с силовиками. То есть, ну я как пример приведу, если мы на месте не можем зафиксировать фамилии, имя, отчество нарушителя, то мы здесь работаем, вступаем в плотный и в полный контакт с силовиками. То есть либо это полиция, либо это органы ГИБДД. А вот эффекты есть какой, Андрей Сергеевич? Есть. Значит, порядка 100 протоколов мы ежегодно составляем по данным правонарушениям. Хотел бы отметить, что несмотря на то, что штрафные санкции здесь от 1000 до 2 по соответствии с кодексом об административных правонарушениях, здесь же в дальнейшем при лечении административной ответственности мы предъявляем вред нарушителю. И здесь уже суммы на порядок больше. То есть это и 5, и 10, и 50. Если бы химическое вещество было развито, да? Да, и даже до 200 тысяч рублей за одно транспортное средство. Это зависит от ряда причин, от объема, значит, размещаемого в неустановленном месте отхода, это зависит от класса опасности и от того места, где это размещено. Но одно дело, это если водохранная зона, если это особо охраняемая территория, ну понятно, что где-то могут быть навалы. А вот в связи с этими вот нововведениями больше территории, масштаб будет больше охвачен, чтобы вот свалок не было? Потому что меня вот лично, как жителя города и дачницы, беспокоят, вот к даче подъезжаешь к своей, к дачному массиву, и на всей протяжении дороги по бокам вот эти вот мусоры везут дачники и выбрасывают. Вот это вот будет принято как-то во внимание или нет? Или здесь только городские территории и какие-то больше внимания там свалкам и так далее? Такая проблема существует, и она тоже состоит из ряда составляющих моментов. Первый, это все-таки организационный момент. Здесь садово-дачные товарищества, в законе прописано, что они должны... Сами самостоятельно решать эти проблемы. Да. Ну, отсутствует, скажем так, административный ресурс в этой части привлечения к ответственности. Потому что, ну, как пример... Кто-то решает, кто-то не решает. Кто-то, как пример, да, он везет просто в свой контейнер, тот отход, который не образуется на дачном участке. По большому счету он имеет на это право. А вот сосед условный, он идет через дорогу и выбрасывает, ну, прямо под себя, я могу так сказать, грубо. Да. Вот хотелось бы на это тоже, чтобы обратили внимание. Здесь фиксация нужна, и здесь соседи должны этот момент отражать и через председателя садово-дачного товарищества решать очистку и соответствующее санитарное содержание своей территории. Да. А теперь, если обратиться, проблема свалок связана с мусором. Сегодня новые тенденции – это раздельный сбор мусора, пластика отдельно, еще что-то отдельно. Вот что происходит в этой сфере, насколько все это эффективно, опять же, потому что мы, бывает, что-то вводим, да, потом проходит время и думаем, нет, вот раньше, наверное, было и лучше. Вот что здесь, какие новшества? Ну, хотел бы отметить тоже положительную динамику в этой части. У нас был эксперимент в 2013 году. Порядка 30 контейнерных площадок было оборудовано в контейнерами отдельно для сбора пластмассовой тары, PET-тары. Ну, из-за ряда причин был, наверное, больше отрицательный эффект. Но ошибается, что никто ничего не делает. Да, 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 вот люди начинают привыкать, потому что они наполнены. Вот смотришь, они же наполнены пластиком. И буквально через год уже так получилось, и экономика позволила, что этот эксперимент дал свои роски. За счет средств инвестора, две организации у нас, группа компаний КАОС и Авалон, установили в начальном этапе около 50 таких контейнеров. И если в 2014 году из этих 50 контейнеров у нас там было собрано буквально килограммы, десятки килограмм, то на сегодня у нас мы пришли к цифрам, что за счет средств инвесторов установили более 800 этих контейнеров для сбора PET. И охват уже у нас порядка 45% всего количества контейнерных площадок, где установлены эти контейнеры для раздельного сбора. И мы уже пришли к цифрам, что в 2015 году у нас 190 тонн не попало отходов PET-тары на полигоны. А пошло вторичное использование. Хотел бы здесь отметить, как возросший, скажем так, интерес и позволяет экономика эти контейнеры оборудовать этими контейнерами, также и возросший уровень населения в этой части. Потому что если раньше в этом контейнере можно было увидеть все, что угодно, начиная от стеклянной бутылки, тряпки и прочее, то на сегодня население уже привыкает и эту PET-тару размещают. А вот в департаменте в ваши функции входят такие воспитательные функции, потому что население же людей нужно к этому приучать. Если не было раньше этих контейнеров, то никто и не знает, что туда кидать, какой мусор. Вот вы этим занимаетесь или нет? Ну, наверное... Или какие структуры вообще этим занимаетесь? Занимаемся и мы, хотя, наверное, вот я чувствую, что, наверное, не совсем достаточно, потому что, ну, ряд передач, ряд статей было на этой части. На заседаниях Думаю, как городской, так и областной, эту тему всегда мы обсуждаем. Знаю, что несколько сюжетов было на нашем телеканале в этой части. Кстати, вот один из них мы и посмотрим, как детям объясняют, как правильно такой мусор утилизировать и что это дает. Давайте посмотрим, продолжим разговор. С каждого по бутылке и готово сырье на переработку. Ученики 34-й школы с теорией раздельного мусора знакомы давно и успешно применяют на практике. Почти семь лет сдают макулатуру. Теперь взялись за пластиковую тару. В первую очередь, сплетары – это вред для природы. А вот то, что мы их складываем и их перерабатывают, это, ну, намного полезнее, чем их просто выкинуть на улицу. В 34-й школе большое внимание уделяет экологическому воспитанию. Бережному отношению к природе и к ее ресурсам надо приучать с детства, уверены педагоги. Обычно дети учатся на примере взрослых. Здесь, наоборот, устами младенца глаголит истина. Мы теперь каждый день выкидываем пластиковые бутылки в специальный контейнер, чтобы не получить природу. Потому что если пластиковую бутылку бросить на землю, она будет вредить почве, и она слишком долго разлагается. Экологическая работа ведется не только в школе, но и по всему поселку Зубчининовка, пока экологическое воспитание взрослых хромает. Здесь много частных домов. Треть населения мусор либо сжигает, либо несет на незаконные свалки. Нужно работать, прежде всего, над сознанием. Должна быть социальная ответственность каждого гражданина. А что после меня? Куда девается мусор? Мы ведь в контейнеры отправили, не задумывались, а полигоны пополняются. Контейнеры для раздельного сбора мусора в Самаре изготавливает и устанавливает экологическая компания. Она активно сотрудничает с городской администрацией. Над конструкцией хорошо поработали, продумали мельчайшие детали. Так взрослым удобно, а детям интересно. Есть отверстие диаметра, которое позволяет выбрасывать сюда бутылки до двух литров. И есть большое отверстие с торцов для пятилитровых бутылок. У нас есть специальная емкость для крышек. Бутылку бросаем сюда, крышку откручиваем, бросаем сюда. Такой ящик наполняется в среднем за неделю. Собранное сырье отправляется на переработку и потом используется в различных производствах. До конца года контейнеры для раздельного сбора мусора появятся во всех школах Кировского района. Что дальше? Вот как будет развиваться вот эта тема сбора раздельного мусора? Какие перспективы? Что нас ждет? Куда вы идете, стремитесь? И зачем вообще все это нужно? Кому это помогает? Основной момент по раздельному сбору – это вовлечение в вторичное использование наибольшее количество и объем отходов. Значит, вот я еще раз говорю, что порядка 45% у нас уже контейнерными площадками охвачены, где размещены контейнера. Планы по увеличению у нас есть. Интерес инвесторов сохраняется. Экономика позволяет им это смотреть на будущее оптимистично. Наша задача поэтапно, постепенно уходить и на 60%, и на 70%, и светлое будущее – это 100%. Это как один из вариантов. У нас нет проблем по непосредственно утилизации на территории Самарской области со следующими видами отходов. Это также ПЭТ, тара, потому что у нас ее используют и потом делают из нее плитку. Ряда пластиков – ПВД, ПНД, полистирол и прочих фракций. У нас нет проблемы с амакулатурой, где можно ее использовать, соответственно, на территории Самарской области, где ее перерабатывают. У нас до последнего момента не было проблем с резинотехническими изделиями. Две-три организации занимались непосредственно на территории Самарской области ее переработкой. На сегодня нет также проблем с раздельным сбором по ртутным лампам. Мы за счет средств бюджета 4 года назад установили 15 контейнеров для раздельного сбора на крупных объектах потребительского рынка. Это для населения. А также ряд управляющих компаний здесь уже на общем собрании жильцов принимают решение для сбора этих ламп непосредственно у себя на территории. У нас есть участок на полигоне губ экологии Зубчининовка, где непосредственно эти лампы куда сводятся и, соответственно, впоследствии там разбираются и вредные вещества впоследствии утилизируются. Вы знаете, я общалась с экологами и вот они ставят такую задачу основную и говорят, что это решит много проблем разделить пищевой и непищевой мусор. Что вот в основном проблемы, что вот все вместе, все в одной куче и потом вот сложно отделить одно от другого. Вот это вы как общаетесь вообще с общественными организациями, с экологами, принимаете участие в обсуждениях, какие-то их предложения, как выстраивается ваша работа? При департаменте существует общественный совет, где наиболее активные члены общественников участвуют, и мы обмениваемся мнениями. Мы доводим свои... Потому что есть же профессиональные экологи, да, которые могут... Свои, да, свои планы доносим до них, свои финансирования. Возможности, да? Да, конечно, потому что, ну, понимаем, сложности присутствуют. Предложений-то много, да. Присутствуют. Идеи, в принципе, хорошие, но когда мы уже, ну, скажем так, приземляемся и видим экономику, ну, не все там срастает, скажем так. Понятно. А вообще, хотелось бы понять, наибольший ущерб экологии что наносит и какая сфера сегодня наиболее загрязнена вот в городе? Что это там, воздух, вода, еще что-то? Вот как вы определяете, на что нужно наибольшие усилия сегодня направить? Такие исследования есть? Да, исследования проводятся. Для этого существует, значит, служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Это федеральная структура. В частности, по воздуху у нас 18 стационарных постов, которые осуществляют мониторинг за загрязнением атмосферного воздуха. Берутся также пробы непосредственно Старатовского водохранилища и непосредственно мониторинг осуществляется уже, наверное, и в том числе максимально силами муниципалитета в части загрязнения почвенного покрова. Я к цифрам не хочу подробно приступать, но хотел бы отметить, что территория городского округа Самара и Самарская область занимает в экологическом рейтинге место с 20-го по 30-е. Мы там плюс-минус поднимаемся, опускаемся. Это, скажем так, не самое последнее место. Стабильная такая ситуация. То есть мы, скажем, первый третий субъектов и республик на территории Российской Федерации по загрязнению, по организации природоохранных мероприятий и прочих реализованных мероприятий. Да. Ну, у нас такое уникальное расположение города, очень большая береговая линия. Вот этому вопросу уделяется должное внимание. Как вы можете прокомментироваться? Потому что так вот видно, что загрязнения измеряются, всегда публикуются воды, да, можно купаться, нельзя купаться. А что касается очистки берегов, как выстроена вот эта работа? Потому что это наша действительность. Да. Здесь хотел бы отметить наше профильное министерство. В 2009 году в рамках совместного софинансирования, в рамках программ по обращению с отходами, был организован централизованный вывоз с правого и левого берегов Саратовского водохранилища. Посредством приобретения контейнерных площадок и также бункеров, контейнеров для сбора отходов. Ежегодно уже за счет средств городского бюджета это мероприятие организовано. И в период с мая по где-то конец сентября, конец октября эти мероприятия проводятся. Здесь у нас 4 контракта за счет средств бюджета заключены. По левому берегу у нас установлено и на водоемах 18 бункеров-накопителей для сбора отходов в местах неорганизованного сбора. И на правом берегу это вообще, я считаю, одно из топовых мероприятий. Потому что общаясь с коллегами из других городов, они удивляются, что у вас на правом берегу, то есть это противоположная сторона, организован сбор отходов. Там установлено у нас 24 сборно-разборные контейнерные площадки, где жители, непосредственно туристы, гости размещают эти отходы. И где организован вывоз с того берега на этот и потом с последующей транспортировкой на полигоны. А волонтеры как-то помогают? Можно увидеть их эффект от них? Понятно, что да, показывается, вот они там собрали бутылочки, сложили мешки. А вот вообще по факту от них большая польза или нет? Ряд моментов положительных в этой части. Ряд общественных организаций проводят эти мероприятия. Здесь мы видим только положительный эффект. Мы понимаем, что тот участник этого мероприятия, который поднял эту бутылочку, на следующий момент он ее не бросит, когда выпьет элементарно водички. Ну а так, конечно, должно быть все организовано и установлено. Часть отходов, конечно, собирается и выводится в рамках этих общественных мероприятий. Хотел бы тоже отметить положительную динамику в части воспитательного процесса нашего населения. Если мы на 7-8 лет назад это был какой-то определенный минимум, то сейчас у нас заполняемость стопроцентная. Хотя есть всегда к чему стремиться. Конечно, да. Вот это хороший показатель. Еще много мы сегодня говорим о 2018 году, чемпионате мира в Самаре. И многие департаменты получают уже задания, что к этому времени сделать. Мне интересно, с экологической точки зрения, что-то будет меняться? Вы какие-то цели, задачи ставите именно к этому моменту? Или это вообще планомерная такая работа, которая не зависит от каких-то вот... Это действительно и планомерная работа. Хотел бы отметить, что наши пожелания, когда от нас собирали планы, наши пожелания были очень-очень большие. Я даже могу озвучить цифру. Мы подготовили, скажем так, наш план на 2 миллиарда рублей. Но это в наших сегодняшних условиях не реализовывается, к сожалению. Но, тем не менее, мероприятия эти прописаны, части из них. План такой скомпонован. Он утвержден главой городского округа Самара и направлен в орготдел, где он принят на исполнение. Помимо плановой работы, о чем, в принципе, мы уже сегодня проговорили, дополнительно запланировано приобретение двух передвижных лабораторий по мониторингу. Будет организовано непосредственно мероприятие по раздельному сбору на площадках фестиваля болельщиков и непосредственно прилегающей территории к стадиону. Здесь будет не только условный контейнер для сбора ПЭТ, а и под макулатуру, и под отходы пластмассы, и прочие отходы, которые можно утилизировать. Это вот такие основные моменты, которые у нас запланированы на период подготовки к контейнеру и непосредственно этого мероприятия. Вот еще одна проблема, которая громко прозвучала в последнее время, и даже президент ее озвучивал. Это бездомные животные, что должен быть закон принят, потому что в случае и ужасного обращения с животными, и с безнадзорными в том числе. У нас в городе как это направление продвигается, что меняется, что предпринимается? В 2008 году был произведен системный сбор информации по части численности этих животных. Вопрос неоднозначный, потому что существуют сторонники различных методов как эвтаназии, так и стерилизации. Но, наверное, при взвешенном подходе стерилизация была бы актуальна, но сегодня она чуть-чуть другой пропорции существует. Судя по обращениям жителей в наш департамент, а также в органы Роспотребнадзора, наверное, основной момент – это число укусов, сегодня идет снижение. Вот это положительный момент. И что касается дальнейших перспектив на год, вот мы начали с итогов, приближается Новый год, какие у вас планы, задачи, какие направления будут в следующем году актуальны? – Продолжить ту работу, которая у нас спланирована из года в год. И хотел бы отметить, что если у нас будет введен, вот то, что я в начале передачи говорил, это региональный оператор, то здесь у нас очень-очень будет много работы. Потому что это революционный метод, это понимаем, что идти вперед – это будем набивать шишки. Но если это все реализуется, я думаю, что мы поднимем уровень вывоза отходов, транспортировки. Мы увидим уменьшение количества свалок, потому что там алгоритм, механизм прописывается, насчет чего ликвидируется, и фиксация этих нарушений. И мы выйдем на более высокий в этой части уровень. – А вот в этой схеме, во всей, сами полигоны по сбору мусора, куда мусор свозится, там есть какие-то проблемы? Что-то нужно там решать? Потому что, опять же, когда разговаривали с президентом, говорили, что от этих полигонов очень много вреда уже, они до такой степени расширяются, что приближаются. – На мой взгляд, относительно городского округа Самара, наличие полигонов, которые расположены за территорией городского округа Самара, такой проблемы практически не существует. Четыре полигона у нас работают на прием отходов. Наверное, основной момент, который должен реализоваться, это непосредственно установка мусоросортировочных, мусоропереводочных станций непосредственно на территории полигона, чтобы уменьшить объем отходов непосредственно в теле полигона. На сегодня это знаю, я общаюсь с руководителями этих полигонов, этих организаций, где-то уже реализовано. Это раздельная мусоросортировочная станция, это работа. У кого-то это в планах, потому что это, опять же, не вижу никаких отрицательных моментов в этой части. Здесь и экономическая составляющая, то есть мы понимаем, что та часть отходов, которая будет повторно использоваться, и, соответственно, за счет этого будет... Ну, интерес экономический, да? Экономический интерес, да, на поверхности. И экологический в том числе. Экологический эффект заключается в уменьшении объема отходов непосредственно в полигоне. То есть срок действия полигона будет просто элементарно продолжен. Да, сколько связано с экологией тем, и экономика, и культура. Все взаимосвязано. Да, все взаимосвязано. Экология – это наука о доме. Да, очень хорошее завершение для нашей программы. Спасибо большое за то, что пришли, просветили экологически нас, о том, что происходит с ситуацией в нашем городе. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова